Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим о том, как добавить фон в нашу программу iClone Ну вот, к примеру, я беру аватара Хэйди, дважды щелкаю по ней левой кнопкой мыши Она появилась в нашем окне Теперь добавлю ей движение Захожу сюда, вот у меня есть движение Я просто нажимаю левую кнопку мыши и перетаскиваю на нее Вот оно применилось Можно теперь посмотреть, что получилось Вот она идет Если вы хотите потом эту сцену использовать в других программах Например, в программе ProShow Producer То вам нужно сделать футаж Ну, прежде всего, давайте перейдем в настройки проекта И немножечко поменяем ему размеры Значит, я захожу в панель Render И вот здесь вот меняю размер нашего видео Теперь нам нужно добавить сюда фон Для этого я нажимаю вот эту шестерню Вот здесь мы ищем, где у нас бэкграунд Вот наша вкладка, которая нам нужна Если вы хотите сделать в дальнейшем футаж Чтобы использовать его в других программах То мы можем просто поменять здесь цвет Я нажимаю левой кнопкой на вот эту клавишу Появляется новое окно Здесь можно выбрать любой фоновый цвет Давайте возьмем вот этот ярко-голубой Видите, он сразу применился Ну, раз уж мы начали говорить о футажах То давайте я вам расскажу, как дальше с этим работать Значит, для того, чтобы у нас получился футаж Вот проиграем его Нам нужно убрать вот эту сетку Мы нажимаем на клавиатуре Ctrl-G И сетка пропадает И теперь нужно вывести его в видео Для этого заходим вот в эту панель рендер Нажимаем здесь видео Здесь тоже меняем настройки на размеры нашего видео Если это небольшой футаж То вот здесь нам нужно тоже выставить кадры Вот у нас здесь 129 кадров Мы должны от 1 до 129 поставить И если мы нажмем на вот эту кнопку У нас появится окно В котором мы можем сохранить наш футаж Чтобы потом он хорошо смотрелся еще в других программах Желательно для него сделать Альфа-дубль Так называемый То есть мы здесь ничего не меняем Поднимаемся чуть выше И просто ставим вот здесь вот галочку Точно так же мы выводим его на видео И у нас появится два файла Один будет цветной, а другой черно-белый Если вам нужно подставить этот файл в другую программу То желательно черно-белый вариант подставить как маску Как это сделать, например, в программе ProShowProducer Смотрите уроки по маскам Для программы ProShowProducer А сейчас мы вернемся к нашему проекту В программе iClone есть еще возможность добавить фон Если мы поставим вот эту галочку И зайдем вот в эту папку То у нас открывается окно Мы можем выбрать любой файл Ну вот давайте я возьму, выберу вот этот интерьер Вот я его выбрала Он тут же применился к нашему проекту Мы теперь можем поставить нашу хейли Так, чтобы она как бы стояла на полу Вот я ее опускаю И могу немножечко повернуть Вот она идет Вот так И можно посмотреть, что у нас получается Вот видите, она у нас идет по полу Давайте теперь посмотрим, как можно перенастроить наш фон Вот у нас есть три варианта Первый это растянутый Второй это дословно перевод кафельная плитка Ну вот давайте мы посмотрим, что это такое Если я здесь поставлю Размеры 2х2 То наш фон разбился на 4 И последний вариант Это настоящий размер Нашего файла Такой, какой он есть на самом деле В зависимости от того, что вы хотите Вы выбираете вот здесь Нужный вам вариант Мне пока нравится больше вот этот Поэтому я остановилась на нем Ну вот и все Желаю всем приятного творчества Ставьте лайки Делитесь этой информацией в интернете И пишите комментарии Жду ваших вопросов Всего вам доброго До новых встреч